Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 24 года, рост 170 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед, ни одного поражения. Его стиль ММА из Кыргызстана Шамдан Сарыков. А вот и его соперник в красном углу клетки. Ему 21 год, рост 170 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 побед, ни одного поражения. Его стиль Панкратион из Грозного Чеченская Республика Ахмед Хамзаев. Рифли в антагоне Ашот Ашудян. Ну вот, кстати, еще один из видов спорта, которые традиционно являются кузницей кадров для смешанных хитиноборств. Это Панкратион. В общем-то, наверное, можно сказать, что это первый из известных нам сегодня видов смешанных хитиноборств. Почему? Потому что Панкратион известен нам с не первых, а, по-моему, что-то четвертых или пятых олимпийских еще древнегреческих игр. Вот многие известные философы и другие древнегреческие деятели были олимпиониками и как раз участвовали в соревнованиях как по борьбе, так и по Панкратиону. Сегодня этот вид переживает такой тоже особенный подъем. Очень многие еще с юниорского, с юношеского возраста участвуют в соревнованиях по Панкратиону. И тем самым задают себе уже сразу универсальные установки, которые так ценятся в смешанных хитиноборствах. Панкратион – это вид спорта, в котором и борются, и бьют, и делают приемы. Всего в нем хватает. Ну, разумеется, везде есть свои особенности, и не всегда представители Панкратиона так уж здорово адаптируются. Однако при этом чаще всего это именно успешные спортсмены. Крайне интересно сейчас Ахмед Хамзаев. Ой-ой-ой, сработал колено в клинче, и вот сейчас такой высекающий лукик. При том, что изначально Шабдан Сарыков непосредственно шел вперед и навязывал свою игру. Очевидно, сейчас ключи от происходящего он потерял и перехватил инициативу именно Ахмед. Вот так вот, кстати, обратите внимание, что с ударной техники, в которой, кстати, все получалось, видимо, чтобы сохранить энергию, перешел именно к борьбе. Шабдан Сарыков несколько ударов нанес, ну, запрещенных сверху вниз локтем. Другие удары локтем можно бить, эти не принято. Вот, о чем, собственно, что-то Шудян просигнализировал. Ну, и так или иначе, эти удары к существенному результату обычно не приводят. И сейчас вот мы видим продолжение всего этого, таком вот динамичном борцовском развитии. Вот очень трудно понять, как сейчас оценивать все происходящее. Как часто обратить внимание, меняются позиции. И казалось бы, что сейчас Ахмед Хамзаев уже закрепил за собой некую доминирующую такую позицию. А нет, вот Шабдан Сарыков, уже дважды побеждавший в ACA Young Eagles. Снова показывает себя крайне интересным спортсменом. Однако, мне кажется, все-таки пропустил он лишнего. Пропустил лишнего киргизский спортсмен. И хоть представители Кыргызстана славятся тем, что очень хорошо держат удар. Все равно, мне кажется, на его понимании происходящего, на его возможностях в этом поединке пропущенные удары сказались существенно. Здесь, конечно, хорошее положение для пятки изнутри. И вот сейчас, в общем-то, пробует забросить ноги на скручивание пятки. Понимает, наверное, что не может сделать или не хватает сил или чего-то еще. Шабдан Сарыков и Ахмед Хамзаев занимают доминирующее положение. Маунт. И разбивает. Однозначно. А сейчас уже, наверное, со счетом 10-8 в этом раунде. Шабдана Сарыкова. Ну, я не знаю, что сказать. По-моему, картинка совершенно очевидна. То есть тут полное доминирование, конечно, со стороны Ахмеда Хамзаева. И очень серьезный характер показывает Шабдан Сарыков. Но очень много он ударов принял, которых, конечно, не стоило бы принимать. Но, видимо, не может ничего на данный момент с этим сделать. Однако и время уже подходит к концу. Доживает, доживает до конца Шабдан Сарыков. И тем показывает, конечно, выдающийся характер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, одна из причин, почему Руслан Хамзаев, президент лиги, так быстро, тактично ушел от нас с комментаторской позицией. Заключается в том, что сейчас дерется как раз вот его сын Ахмед. И как раз вспомните, что я говорил о том, что... С таким бафосом, да, о том, что своего сына не пожалел. Это все совершенно не случайно, а вполне обоснованно. Вот, собственно, боец, который идет без поражений. Выиграл уже двоих в лиге. Эйсей Янк Эгглс, представитель Кыргызстана, Шабдан Сарыков. И вот именно с ним дерется, получается, сын руководителя организации Ахмед Хамзаев. Ну, то есть соперник не подарок. Но при этом обратим внимание на первый раунд. Кажется, первый раунд однозначный. На ваших экранах Руслан Хамзаев. Трудно, конечно, представить его эмоции. Я бы не хотел на данный момент оказаться на его месте. У меня и когда и просто ученики-то выступают, мне тяжело. Вся нервная система сгорает. А уж когда родной сын... Не хочется даже и представлять. Но, с другой стороны, такой уж у нас родительский крест. В любом случае, все это наше достойное мужское дело. Не так много осталось по-настоящему мужских правильных институтов. Вот спорт один из них. Поэтому здесь, наверное, можно за такую спортивную династию только порадоваться. Ну и мы видим, что здесь у нас практически на комментаторской позиции. Продолжается вот эта нить, начатая еще в первом раунде. Которая заключается в классическом понятии Grand and Pound. Вали и колоти, если почти буквально перевести на русский. И вот, обратим внимание, уже киргизский спортсмен Шабдан Сарыков огрызается и делает перевод. Вспомните, я говорил о том, насколько все-таки это серьезный оппонент. Насколько он обладает характером. И вот сейчас, вспомните, разгромный первый раунд. И его непрекращающиеся попытки повернуть. Ход поединка в нужное для себя русло. И вот сейчас он, кстати, практически садится в маунт. Совсем не подарок, конечно, этот спортсмен Шабдан Сарыков. Красавец, красавец. Ну, что-что, а сила характера, конечно, впечатляет. Молодец. Так, интересно. Сейчас чуть было не отдал шею. Очень опасный эпизод, потому что мы знаем здесь много случаев, когда на удушающий попадались. Будь то удушающий со спины или же экзотический удушающий, который называется бульдог. Когда, ну, практически тот же самый прием делается с позиции сбоку. Ну, и вот сейчас такая рубка идет. Ай, какой красивый прием. И как с такого красивого приема Шабдан оказался сверху. Вот вроде бы начал классический такой подхват Ахмед Хамзаев. А позицию занял его оппонент, боец из Киргизии. Шабдан Сарыков. Насколько все-таки спортивный поединок. Вот представьте, у одного спортсмена 5-0, у второго 6-0. Оба непобежденные. Нерв, конечно, поединка просто сумасшедший. История, настоящая история. С таких поединков, конечно. Так, а не треугольник ли оттуда закрыл сейчас спортсмен из города Грозный? Смотрите, да, вот такой вот редкий очень прием, выход на треугольник с такого необычного положения. Неужели закроет? И похоже на то, что да, было близко. Ай-яй-яй, насколько было бы красиво. Фантастика. Уже завтра было бы просто во всех хайлайтах по всему интернету. Не получилось. Ну, понятно, действительно, Сарык спортсмен сильный. Руслан Хамзаев. Ну, снова несколько не разобрался в правилах Шабдан Сарыков. Так как там была позиция, в которой нельзя было бить коленом. Соответственно, подняли стойку. При этом обратить внимание, не было снято балла со спортсмена. То есть было только устное замечание. Ну, и концовка раунда. Ну, кстати, вопрос, за кем этот раунд, вполне может оказаться, что и за представителем Киргизии. Я не удивлюсь. Но, правда, я также не удивлюсь, если первый раунд будет за Ахмедом Ахамзиевым с счетом 10-8. Короче говоря, крайне интересный поединок. Люба дорого на него смотреть. За ним наблюдать. Давайте посмотрим лучшие эпизоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Первое, насколько устал. И второе, насколько сбито дыхание. Потому что если дыхание идет не в том ритме, в котором человеку комфортно и привычно, то дальше на нем это скажется категорически плохо. Потому что если дыхание сбить, то восстановить его обратно не так просто. Вот тоже вопрос в таком вязком клинче. Насколько каждый из них теряет выносливость. В таких ситуациях, когда кто-то защищается у стены, кто-то наоборот нападает, могут отдыхать оба. И тот, кто находится в положении у стены, и тот, кто нападает. А может наоборот только нападающий, то есть тот, кто прижимает. Все, конечно, зависит от индивидуальных навыков. Так, видимо очередное нарушение. Видимо очередное нарушение. Ну, в общем-то по делу. То есть кто-то может сказать, что там, не знаю, рефери придирается. Ну, давайте по-честному. В каждом эпизоде, где он говорил, нарушения действительно были. То есть и за сетку захваты были каждый раз, когда об этом говорилось. И удары, как они называются, 12-6 локтями тоже были. Поэтому тут, в общем... С точки зрения судейства все понятно. Другой момент, что судьям, которые будут принимать решения по всему поединку, сейчас будет довольно трудно. Потому что второй раунд, вероятно, забрал представитель Киргизии. Причем первый вариант проиграл существенно со счетом 10-8, вероятно. А вот третий раунд пока тоже складывается в пользу Сарыкова. Итого получается у нас, ну, предположим, да, на судейских записках примерно поровну. Какой-то нужно делать яркий эпизод в конце. Вот типа вот этого, наверное, взрыва, чтобы не оставлять никаких вопросов. Почему там, например, в более-менее равном поединке спортсмену отдали победу. И, в общем-то, 20 секунд здесь на то, чтобы самим спортсменам разобраться, кто же из них лучший. Потому что, конечно, концовка действительно может оказаться решающей. Довольно сложно говорить сейчас, дорогие друзья. И не только потому, что в данный момент у меня нет компании, но и потому, что сам поединок захватывает по своему накалу. Конечно, впечатляет и по своей истории. Аплодисменты! Ну и вот сейчас уже, когда действительно есть такой шквал аплодисментов обоим спортсменам, я уверен, давайте попробуем еще раз повторить наши, ну, наши, мои рассуждения на тему этого поединка. Первый раунд, безусловно, взял Ахмед Хамзаев. Тут вопросов нет. Вопрос состоит скорее в том, что выиграл он его со счетом 10-8 или 10-9. Потому что если 10-8, то это положение одно на конечных судейских записках. Если нет, то в этом довольно равном поединке он лишается очень важного эпизода. Второй раунд, безусловно, на мой вкус, за киргизским спортсменом Шабданом Сарыковым. И, кстати, отметим его, вот этот камбэк. Ну, шикарный просто. То есть, ну, не возвращаются порой из таких проигранных первых раундов. А он вернулся и показал прям конкурентнейший поединок. Поэтому второй раунд он выиграл, безусловно, и очень ярок сам факт, что он выиграл этот второй раунд. Третий раунд. Он выигрывал большую его часть, но проиграл концовку. Итого. Возможно, 10-8 и 9-10. 9-10 на судейских записках на данный момент есть. И вот тот самый взрыв в конце теоретически может вывести Ахмеда Хамзаева в победителя. Мы видим, как долго совещаются сейчас судьи. Это второй такой эпизод. Уже сегодня, напомню, был момент, когда местный спортсмен в такой же ситуации проиграл поединок. То есть при таком же равном бое судьи отдали победу гостю. Было это в поединке, если не ошибаюсь, Надира Алиева и Рамзана Ахматова. Ну а как будет в этом случае? Давайте смотреть. Интересно. Вне зависимости от того, чью руку поднимут. Уважаемые господа, по итогу трехраундного поединка Раздельным решением победу одержал Ахмед Хамзаев. Мы, честно говоря...